С хорошего начнём. Краснодарский край стал лидером среди регионов России по уровню развития туризма. Индекс развития набрал 6,6. Если можно подробнее, что это за индекс. То, что мы номер один, это, конечно, понятно. РБК и Сбер сделали рейтинг такой достаточно интересный. Он оценивает регионы с трёх позиций. В первую очередь, это позиция инвестора. Они оценивают прибыльность предприятий санаторно-курортной сферы. Это очень важный показатель, в первую очередь, для инвестиций. И он показывает инвестиционную привлекательность. Второй показатель, который они используют, это уровень занятости. То есть процент занятости населения в санаторно-курортной и туристской сфере. То есть это как раз то, что интересует нас, администрацию региона, региональную власть. То есть каким образом создаются рабочие места в сфере, где люди могут приложить себя, где они могут быть заняты. И у нас действительно этот показатель гораздо выше, чем в других российских регионах. Это, естественно, объективно. То есть здесь никакого, я думаю, секрета и сенсации нет. Показатель что, количество рабочих мест, которые мы предоставляем? В первую очередь, речь идёт об их доле. То есть в общем объёме занятых, сколько человек занято в санаторно-курортной сфере. Этот показатель, он, понятное дело, такой, очень сложно его подсчитать объективно. Потому что туристическая сфера имеет огромный мультипликативный эффект. То есть, естественно, сам отель, сам по себе, что такое туризм? Вот стоит отель, это туризм. Есть какой-то туристический объект, это туризм. Но ведь если человек приехал, то он не просто заселился в отеле, пошёл на экскурсию или на пляж. Он на чём-то прилетел, или приехал поездом, или приехал на автомобиле. Таким образом он задействовал транспортную систему. Он где-то питается, и, соответственно, он задействует систему потребительской, потребительской сферы. Он покупает, он идёт в магазин. Таким образом, вот эта мультипликация, которую создаёт туризм, вроде бы не так уж много создаётся рабочих мест, может быть, в самой туристической сфере. Но по разным оценкам в Краснодарском крае в сфере туризма, так или иначе, прямо или косвенно задействовано до 600 тысяч человек. То есть это больше 10% населения региона и примерно 15% от занятого населения. Это, конечно, очень высокий показатель. В России он колеблется примерно на уровне до 5%. И то это в хорошо развитых регионах туристических. Поэтому, конечно, здесь мы действительно впереди планеты. Это второй критерий. Это второй критерий. И третий критерий – это уровень зарплаты в санаторно-курортной сфере. Это то, что интересует работников. Вот получается такой разнонаправленный рейтинг. То есть он оценивает и привлекательность для работодателя, для инвестора, и привлекательность для региона как социальный фактор. И показатель для самих работников, людей, занятых в этой сфере. Безусловно, это рейтинг, конечно, в первую очередь деловой рейтинг. Это не показатель, например, качества, инфраструктуры, либо чего-то еще. Но на самом деле мы принимаем участие в очень многих рейтингах. И понятно, что в большинстве из них мы занимаем одни из лидирующих позиций. Это совершенно объективно, потому что Краснодарский край, безусловно, лидер на внутреннем рынке туризма в Российской Федерации. Это подтверждает сезон этого года, лето этого года? Это, безусловно, подтверждает на 100% и лето этого года. И вообще та ситуация, которая сейчас происходит. Понятно, что когда мы говорили в начале года о развитии туризма, у нас был очень серьезный, оптимистичный настрой. Потому что у нас был очень удачный начало года, у нас был очень удачный зимний сезон. У нас очень была хорошая весна, очень хорошее начало лета. Извините, это перебью. А вот это чем обусловлено? Количеством людей, которые к нам приехали? Это обусловлено, да, конечно. В первую очередь мы используем такой показатель, как туристический поток. То есть количество туристов, которые приезжают на наши курорты, это ключевой показатель. Он уже дальше за собой влечет остальные показатели. Это объем услуг, которые генерируют отрасль. Объем налоговых поступлений, которые генерируют отрасль. Это уже производные фактически. Базовый показатель – это туристический поток. Даже несмотря на то, что у нас в середине лета из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации произошли некоторые сбои, мы на сегодняшний день имеем показатели выше, чем в 2019 году. То есть показатели выше, чем до начала пандемии коронавируса. На 15 июля, то есть как раз медиана, середина лета и середина года, мы имеем 7 миллионов 800 тысяч туристов. Это на 11% больше, чем в 2019 году на ту же самую дату. Это показатель действительно очень высокий. Понятно, что он будет скорректирован, учитывая, что появились некоторые ограничения на въезд, появились некоторые сложности. И некоторые, конечно, туристы сейчас отказываются от путешествий в целом. Тем не менее, я думаю, что по итогам года мы получим хороший показатель. Про ограничения на въезд. Первые ограничения с 1 июля были. И сейчас, первое число августа, еще жестче ограничения. Давайте сначала о том, что будет с первого августа. Вы знаете, я не стал бы говорить, что они прям кардинально жестче. На самом деле, как вы помните, первое постановление, которое ввело достаточно жесткие ограничения, оно затем было смягчено и достаточно серьезно. И здесь оперштаб попытался нащупать какую-то такую золотую середину, чтобы у нас была возможность сохранить туристический сезон, не допустить серьезных вспышек заболевания. Во-вторых, стимулировать вакцинацию, потому что сейчас есть единственный выход из сложившейся ситуации. Это формирование коллективного иммунитета и полное решение ситуации с коронавирусом, которое уже создаст возможности для путешествий. Но в то же время сохранить и туристический поток. Что сейчас? Во-первых, хорошие новости про детей. И в июле эти правила действовали. Но я хочу это подчеркнуть, потому что вопросов все равно достаточно много. До 14 лет включительно детям не нужно ничего абсолютно. Никаких документов, никаких справок дополнительных. Единственное исключение, если вы едете в санаторий, вам ребенку потребуется справка о препятокружении. Но в принципе это традиционное требование. Оно было и до коронавируса, и будет после коронавируса. Это совершенно нормальная история. Если ребенок, ребенку уже исполнилось 15 лет, но еще не исполнилось 18, он имеет право не вакцинироваться. В этом случае ему необходим ПЦР-тест. С этим все просто. Что касается взрослых, там немножко, конечно, все сложнее. Самый простой способ – это привести сертификат о вакцинации. Причем тоже очень много вопросов мы получаем на эту тему. Достаточно поставить один компонент. Вы уже имеете право приехать на курорты Краснодарского края, заселиться в отеле, заселиться в санаторий, в любое средство размещения. Вас примут с распростертыми объятиями. Самое главное, чтобы у вас было документально подтверждено. Либо в электронном виде, либо в виде какой-то бумажной справки. Дальше. Если вдруг вы не можете вакцинироваться, и медики вам об этом говорят, у вас какая-то аллергическая реакция по медицинским показателям, вы тоже должны документ соответствующий привести о том, что вы имеете право не вакцинироваться по медицинским показаниям. Так называемый медотвод. Чаще всего так называют справка о медотводе. В этом случае, конечно, вам потребуется предоставить ПЦР-тест о том, что вы не болеете. Не болеете по коронавирусу. Но можно приехать невакцинированным? Подождите, я сейчас до этого дойду. Еще один случай. Он касается той ситуации, если вы переболели коронавирусом сравнительно недавно. Вы в этом случае тоже имеете право не вакцинироваться. Но необходимо предоставить справку. То есть необходимо предоставить документ, подтверждающий, что вы болели. Причем не раньше, чем за полгода. То есть если вы переболели год назад, 8 месяцев назад, 9 месяцев назад, то, к сожалению, это уже не является основанием. Если вы переболели меньше полгода назад, до момента заселения, и в справке у вас стоит дата, когда вас выписали. Если между этими датами меньше, чем полгода, вы тоже имеете право приехать, привести такую справку. И, наконец, случай. Но если вы не успеваете по каким-то причинам поставить даже первый компонент вакцины, у вас нет справки о медотводе, вы не болели коронавирусом, в этом случае вы можете приехать. При заселении вас попросят подписать документ о том, что вы в течение трех дней обязуетесь вакцинироваться. И в этом случае вы идете действительно в течение трех дней обязаны пойти вакцинироваться. В этом при нарушении будут штрафы. Все-таки будут штрафы. Потому что я, если честно, запутался. Смотрел несколько новостей. Одни пишут, что штрафовать не будут. Другие говорят, что штрафы до 30 тысяч рублей. Было бы, на самом деле, неправильно, если бы эта норма не имела под собой никаких санкций. Если бы в итоге вакцинация была... Просто не заселять, так как у нас есть три дня, возможно, сделать... Конечно. Здесь уже ответственность лежит на самом туристе, который заселился в случае, если он по каким-то причинам не вакцинировался, нарушил свое обещание, данное при заселении. В этом случае при обнаружении на него может быть наложен штраф. Министерство курортов и туризма. Какие задачи в период этих ограничений, помимо информирования людей, что-то еще контролируется? У нас есть такая практика. Она существует уже тоже не первый год. Она началась с момента начала коронавируса. Мы создаем специальные мониторинговые группы, в которые входят сотрудники министерства, сотрудники правоохранительных органов, муниципальных образований. И вот такие группы, они как раз выявляют случаи нарушения не только со стороны туристов, но в первую очередь со стороны отелей, со стороны средств размещения, которые по тем или иным причинам нарушают эти правила. И в таких случаях тоже к ним применяются санкции в рамках закона. В июле уже были ограничения? Чуть попроще, полегче было? Какие-то санкции, штрафы? Ситуация контролируется, но никаких совершенно строгих мер пока не применялось. Конечно, с августа немножко все будет пожестче. И здесь все должны быть готовы к тому, что правила эти нужно будет исполнять. Но в принципе мы мониторим ситуацию по разным каналам. В принципе и средства размещения, и люди готовы в большинстве своем исполнять эти правила. Понятно, что есть всегда люди, которые против, которые не согласны с этими решениями. Но мы стараемся объяснять, что здесь все укладывается в логику сохранения здоровья, в первую очередь, обеспечения безопасности наших туристов. Мы всегда гордились тем, что курорты Краснодарского края являются местом безопасным во многих отношениях. В том числе и наше бережное отношение к здоровью. Это тоже давняя достаточно традиция. Тем не менее, министерство прогнозирует отток, потому что цифры опять-таки разные. Ассоциация туроператоров России говорит от 15 до 34. Какие-то эксперты дают 20. А вот читаешь, московский комсомолец, вопреки прогнозам скептиков, Сочи бьет рекорды по наплыву туристов. И опять непонятно, кому верить. Действительно, когда появилась информация о первых ограничениях, туристические операторы прогнозировали разные были прогнозы, в том числе и катастрофически. Все пропало, сейчас будет катастрофа, никто не приедет. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы никакой катастрофы пока не видим. На середину июля загруженность на Черноморском побережье достигала 85%. Это, в принципе, достаточно высокий показатель для этого времени. Возможно, если бы ограничений не было, этот показатель был бы чуть больше. И здесь это совершенно нормально, это совершенно обоснованно. Конечно, ограничения не могут привлекать туристов. Это естественно, это совершенно нормально. Естественно, есть люди, которые в таких условиях, наблюдая ситуацию с коронавирусом, наблюдая, что ситуация непростая, они просто отказываются от путешествий из совершенно разумных, нормальных представлений о том, что мне мое здоровье дорого, я не хочу им рисковать. Это нормальная, совершенно человеческая логика в этой ситуации. И мы, в принципе, тоже зачастую говорим людям, что если человек по каким-то причинам не хочет вакцинироваться, у него нет никакого желания, может быть, действительно, ему не стоит отправляться в путешествие. Ведь это касается не только Краснодарского края. Сейчас подобные требования, они существуют во многих странах, во многих туристических регионах. Страны защищают себя от излишнего туристического потока и стараются этот туристический поток обезопасить. Это нормально. Некоторые так и не открылись после этого. Некоторые так и не открылись. Некоторые уже по новой закрываются. И Турция недавно тоже заявляла о том, что возможное введение нового витка ограничений уже после открытия. То есть, понятно, что здесь всегда люди выбирают между безопасностью и экономикой и стараются найти ту золотую середину. Мы точно в такой же ситуации. У нас идут точно такие же процессы. И здесь то, что небольшой отток возник, это совершенно нормально. Тут нет никакой... Но те цифры, которые называют оттор, они, в принципе, тоже не говорят о какой-то катастрофе. То есть, 34% не катастрофы. Ну, это, конечно... Это, конечно, плохо, но это не катастрофа. И здесь же нужно понимать, что если завтра ситуация исправится, если показатели улучшатся, эти ограничения будут сняты, и мы вновь привлечем туристов. Опыт прошлого года в этом плане очень показательный. Но мы же открылись тогда в июле... Мы открылись тогда раньше, но, понимаете, люди, соскучившись по путешествиям, они путешествовали фактически до ноября, а там плавно все это перешло в зимний сезон, а я уже сказал, что зимний сезон был очень удачным. Поэтому это, понимаете, формируется такой отложенный спрос. Это не значит, что люди не приедут к нам больше никогда или не приедут вообще в этом году. Они приедут, возможно, но просто немножко позже. Как вообще ситуация с ковидом, с локдауном изменила, может быть, разные туристические направления? Вот, например, да, как я знаю, закрыта Испания, Франция и другие виноградные территории, и очень вырос поток сельский туризм, наши виноградники, туры расписаны, и все в восторге, говорят просто, ну, не думали, что в России такое есть. То есть подтверждаете, да, эту информацию? Да, подтверждаю, но, вы знаете, есть несколько других тенденций, о которых я бы хотел сказать в этой связи. Во-первых, ситуация с коронавирусом, с пандемией, она заставила людей больше думать о своем здоровье. Это совершенно нормально в этой ситуации, и очень сильно возрос спрос на санатории, на здравительный туризм, на здравительный отдых. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что люди просто не могут уже попасть в санатории. То есть там 100%, да? Они очень сильно, очень мощно загружены. При этом мы несколько раз, уже много раз говорили о том, что наши санатории, многие предлагают специальные программы реабилитации для переболевшим коронавирусом. И эти программы пользуются огромнейшей популярностью. И у нас очень много звонков на горячей линии, которые, когда люди звонят, спрашивают именно об этих программах. У нас сейчас больше полусотни таких санаторий. Они спрашивают, какие санатории предлагают такие программы? Да, да. У нас информация, это есть на нашем официальном сайте, на официальном сайте нашего министерства. Но горячей линией зачастую пользуются люди, которые так или иначе, по каким-то причинам, им неудобно пользоваться интернетом. Они, может быть, не умеют, или, может быть, не могут найти эту информацию. И наши операторы помогают, ориентируют их, какие санатории предлагают. И телефон в этих санаториях. Дальше человек уже самостоятельно выбирает нужную ему программу. То есть, если брать направление, то именно санаторное здесь очень сильно изменилось. Да, активный отдых. Отдых на природе вообще в целом. Отдых в каких-то экологический туризм. Отдых в каких-то безлюдных местах. Это тоже связано с какой-то такой... У нас они еще есть. Эти безлюдные места в крае. Конечно, их очень немного, но все равно всегда есть места, где чуть меньше людей. В эту концепцию вписывается, в принципе, и агротуризм. Потому что агротуризм – это тоже отдых на природе. То есть, вот это общение с природой, у людей запрос на него очень сильно вырос. Активный отдых, он тоже связан с вопросами здоровья, с вопросами здорового образа жизни. И он тоже стал достаточно популярен в это время. Поэтому вот такие тенденции. В принципе, виноградный... Энотуризм, да. Тема, связанная с вином, с эно-гастрономическим туризмом, она, понимаете, это вообще тенденция последних лет пяти, наверное. Да, его популярность, этого направления, она возрастала планомерно на протяжении всего этого времени. И здесь уже мы даже не можем понять, связано это с коронавирусом, или это просто продолжение той тенденции, которая была... Здесь вообще развитие виноделия в крае еще сказано. Конечно, конечно. Здесь появление новых объектов. Их достаточно интересная, креативная и достаточно агрессивная маркетинговая политика. Потому что они находят своих потребителей в разных регионах России и очень активно их привлекают. И здесь, конечно, все это влияет на рост популярности этих... По идее, как мне кажется, должен был очень сильно пострадать событийный туризм. То есть фестивали, какие-то концерты, большие площадки, спортивные соревнования. Это же сейчас все под запретом. Безусловно. И мы говорили в начале года, что мы очень надеемся на то, что этот год станет годом возрождения этого вида туризма. Но, к сожалению, пока нет таких условий. И сейчас мы видим, что очень многие мероприятия, которые были запланированы на июль, на август, на сентябрь, они начинают по тем или иным причинам отменяться. И это, к сожалению, объективно. Тут сложно что-либо сказать. Сложно что-либо сделать. Пока ситуация не позволяет. События, крупные события, где большие скопления людей, они, к сожалению, достаточно опасны. Но сейчас ограничения, тем более, до 500 человек. Экскурсии, экскурсионный туризм. Их же можно проводить? Можно, конечно. Можно, да. Там группы небольшие, люди достаточно рассредоточены. Нет такого скопления. Есть возможность контролировать выполнение требований, масочного режима. И поэтому, да, с экскурсиями проблем нет. Проект, который, допустим, развивал и участвовал Краснодарский край, как Боспорское царство. Он рабочий? Продолжает принимать удивляющие? Безусловно. В этом году очень такой достаточно интересный у него появился подпроект. Он называется «Винные дороги Боспорского царства». Он связан с темой энергострономического туризма. В рамках этого проекта был издан путеводитель. Есть туроператоры, которые уже делают винные туры по этим маршрутам. Они включают в себя и винодельник Краснодарского края. Там, если не ошибаюсь, около 14 виноделин Краснодарского в края входят. Но это проект межрегиональный. Поэтому он выходит и в Крым, и в Ростовскую область, и в город Севастополь. Везде все эти регионы, они так или иначе связаны с традициями виноделия. Они так или иначе связаны с античной историей. Там есть что посмотреть, есть что попробовать. И главное, что это все работает сейчас. Безусловно. Не закрылось. Вы сказали, что горячая линия действительно горячая. С какими вопросами еще звонят в министерство? Ну, конечно, сейчас основные вопросы. Правила заселения. Да, связаны какие-то нюансы, связанные с правилами. Безусловно, это очень важный момент. Второй вопрос, может быть, он действительно второй популярности. Это программы постковидной реабилитации, которые предлагают наши санатории. На самом деле, горячая линия разбирает очень много различных конфликтных ситуаций, связанных с отменой, например, бронированием, с отменой туров. Целый блок вопросов у нас касался, например, ситуации с наводнениями в Туапсинском районе, когда люди не смогли попасть на отдых. И они попадали в достаточно конфликтные ситуации со средствами размещения, когда им необходимо было отменить туры. Ну, не все, к сожалению, в этой ситуации ведут себя нормально, адекватно. Поэтому горячая линия с такими ситуациями работает, каждую такую ситуацию разбирает. Вопросов действительно очень много. Понятно, что их сейчас в летнее время огромное количество. Мы около 4 тысяч за последнее время только приняли. 4 тысячи это за лето? Это буквально меньше, чем за 2 месяца. Но у вас же еще есть проект у Министерства «Живая карта. Проблем курорта». Ну, это пока только проект. А, он еще не рабочий. Он еще пока не рабочий, да. Это конкурс, который организовало агентство стратегических инициатив. Он называется World AI and Data Challenge. AI – это искусственный интеллект, data – здесь имеются в виду большие данные. То есть, это конкурс проектов в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Мы решили в нем поучаствовать. В этом конкурсе у нас действительно появилась такая задумка. Ну, то есть, он разделен на несколько этапов. То есть, на первом этапе различные министерства, различные вузы ставят задачи. На втором этапе эти задачи решаются разработчиками. И на третьем этапе уже происходит внедрение. То есть, совместно мы с разработчиками внедряем эти задачи. Вот сейчас мы прошли первый этап. Нашу задачу отобрали для дальнейшей реализации. И разработчики, умные люди, которые умеют писать различные интересные программы, они будут разрабатывать вот такую систему. Я понимаю, как это работает, для чего? Это пока задумка. Поэтому, как мы ее задумали. Это действительно живая карта. То есть, она будет представлять себе действительно карту Краснодарского края, на которую будут наноситься различные проблемы, горячие точки. Откуда карта будет о них узнавать? Откуда этот искусственный интеллект будет о них узнавать? Это специальная программа, которая будет обходить социальные сети по специальным ключевым словам. Она будет искать горячие точки, какие-то проблемы. Она будет анализировать, какой уровень социальной напряженности вокруг той или иной проблемы существует. И в зависимости от этого будет наносить ее на карту тем или иным. У нас же есть СУР. Они не будут пересекаться? Нет, это не будут пересекаться. Это взаимодополняющие вещи. Нас, в первую очередь, интересует инструмент максимально оперативной информации для оперативного штаба, который будет принимать соответствующие решения. Информация в СУРе больше направлена на информирование, на работу с общественным мнением. Здесь больше будет все направлено на конкретные оперативные действия по поводу каких-то конфликтных ситуаций. Мы будем надеяться, что горячие будут все-таки только температурные точки на курортах Краснодарского края. Спасибо огромное вам за интервью. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok